Приветствую вас, совершенно очевидно, на мой взгляд, что вы завидуете не столько замужним женщинам, сколько положению женщин, сколько тому, что они, по вашему мнению, получают в браке. Вы завидуете, вот именно зависть, она берется не просто так, она не возникает из ниоткуда. У зависти есть свои причины, у зависти есть свои, ну, свои основания какие-то, у зависти есть свои моменты. И вопрос в том, знаете ли вы, почему завидуете, ибо тонкость вся заключается в том, что завидуя, вы стараетесь повторить путь человека, то есть в данном случае путь вот этих женщин. Вы стараетесь повторить их путь, при этом игнорируя себя, при этом игнорируя свои достоинства, игнорируя свои цели, игнорируя свои желания, игнорируя свою, собственно говоря, индивидуальную. И вы пытаетесь быть кем-то, с кем вы не являетесь, когда завидуете. С другой стороны, зависть она в какой-то степени нужна, необходима, потому что помогает понять человеку, что же нужно, что же нужно и что он может. Итак, мне 29 лет, а я не замужем, да, то есть для чего он замужем? Ну, вы вопрос этот прорабатываете дальше немного, но все равно давайте его зададим. Для чего вам замужем? Зачем оно вам? Я смотрю, наверное, замужние женщины очень завидуют социальному положению. Да, то есть социальное положение имеет какое-то значение для вас. И мужчина, например, муж, дети, например, здесь не является самоцелью. Самоцелью является именно социальное положение, которое вам, по вашему мнению, что-то должно дать. Мне кажется, без чего они так счастливы, несмотря на трудности семейной жизни. А что указывает на то, что они счастливы? Что проявляется, как проявляется счастье? Как оно проявляется? Вот то, что они счастливы. Как это проявляется, что они счастливы? Дальше. Они реализовались, как женщины. В смысле? То есть, что вы понимаете под реализацию, как женщины? Вы понимаете реализацию, как женщины это родить ребенка? Это иметь любимого мужчину? Но ведь это все внешняя сторона вопроса. Это все внешняя сторона вопроса. Это результат. Результат не всегда может быть именно таким. Результат может быть другим, на самом деле. Результат может быть совсем иным. От действий. От реализации, к примеру. Здесь вот такой достаточно деликатный момент. Вы связываете реализацию как женщины с тем, что есть любимый мужчина и дети. Но ведь еще раз повторю. Это результат. Это следствие. Понимаете? И следствие может быть иным. Совершенно. Дальше. Есть на кого опереться. Да. С ними рядом любимый мужчина и дети. То есть, опять же, вы здесь воспринимаете мужчину и детей как кого-то, кто что-то дает женщине, игнорируя при этом то, что ей тоже нужно что-то отдавать. Детям, мужу. И вы говорите, есть на кого опереться, с кем поделиться, можно побыть слабой. Для этого не обязательно иметь мужа и детей. Уже детей точно. Мне как-то слабо представляется, что женщина опирается на своих детей и с детьми проявляет слабость. То есть, как бы, да, можно и нужно проявлять детям свои чувства, но слабой, с детьми. Опираться на детей, мне несколько странно. То есть, как бы, быть слабой можно с друзьями, с близкими, с родными. Опереться можно, наверное, в миг, близких и так далее. Вопрос в том, в чем вы хотите опереться? В чем вы не уверены? Вот вы говорите, с кем поделиться? С чем поделиться? Для чего поделиться? Откуда проистекает потребность поделиться чем-то? И зачем делиться чем-то? С нормально. То есть, в этом смысле существует несколько видов того, что человек чем-то делится. Несколько видов. Первый вид, это когда человек делится тем, что у него, например, произошло, да, то есть, ну, какие-то события, важные для него, не важно, плохие или хорошие. Он этими событиями делится, потому что они для него, для него, для него важны. Вот. Они для него важны, он передает эту важность, как бы, другим людям. И в этом смысле человек не ждет абсолютно ничего от другого. Он просто поделился и все. А вот он считает, что это важно. То есть, здесь процесс того, что он делится чем-то, определяется самим человеком. Второй вид, ну, такого рода взаимодействий заключается в том, что человек делится, надеясь получить что-то взамен от того, кому он делится. То есть, по сути, человек не чего-то хочет, да, но не берет ответственность и не признает своего желания в чистом виде. Вы это делаете с замучеством и детьми, на мой взгляд, на мой взгляд. Я не берусь наверняка это утверждать, но, на мой взгляд, происходит именно так, на мой взгляд. Дальше. То есть, вот, по этому отрывочку вашего текста можно судить о том, что вы не можете позволить себе опереться на кого-то. Кстати, а в чем вы хотите опереться? И как процесс этот происходит вообще, что возникает желание на кого-то опереться? Потому что это тоже разные истории. Можно на кого-то опереться просто потому, что вы чего-то не можете, ну, просто чего-то не можете, да, в силу объективных причин. Например, я психолог, вы экономист и, соответственно, я не могу прочитать какие-то моменты, связанные с экономикой, да, связанные с финансами, может быть, или что-то еще. А вы не можете, допустим, знать всех тонкостей взаимодействия между людьми и не можете, например, знать, как выстраивать там бесконфликтное общение, допустим. И в этом смысле я опираюсь на вас, а вы опираетесь на меня. Это один вид. И другой вид, когда вы в чем-то не уверены, когда вы в чем-то сомневаетесь, не хотите опереться, чтобы вам показали, продемонстрировали, что все хорошо. То ты молодец, ты идешь правильно. Но ведь это порождает зависимость от других людей. И, вместе с тем, такой подход оставляет для людей, для людей соблазн воспользоваться тем, что вы зависимы. То есть, как бы... Обратите, пожалуйста, внимание на... Ну, на это. Обратите, пожалуйста, внимание. Дальше. Я переживаю, что не выйду и боюсь, что не выйду замуж и не рожу детей. А вы считаете, опять же, Вера, что родить детей и выйти замуж это единственный смысл жизни? То есть, вы считаете, что лично вашего смысла жизни, не связанного с детьми и не связанного с замужеством, нет и быть не может? Вы так считаете? Или как? Да. То есть, как бы... Глобальная цель у вас есть, не связана с другими людьми. Дальше. У меня уже не так много времени, не так много времени до чего. Опять вот. Вам коллега этот вопрос задавал, но я хотел бы задать его еще раз. До чего? Немного времени. То есть, до того, чтобы родить ребенка, допустим. Так, а почему вы считаете, что, например, важно именно его родить? То есть, почему вы считаете, что важно именно родить ребенка? То есть, ну, если вы, если вы, к примеру, да, там, допустим, хотите детей, ну, к примеру, если вы хотите детей, допустим, если вы хотите детей, то не обязательно рожать ребенка. Можно ведь и не рожая ребенка стать матерью. То есть, взять ребенка, например, на усыновление. Ну, вы сами это знаете, я не уверен, что должен вам это объяснять. То есть, вот здесь на, как бы, передний план, да, выступает именно то, что вам хочется именно родить. То есть, вы, как бы, вот, сами себе установили такую, ну, границу, что ли, значит, того, что вы должны, вы должны именно родить. Вот. И это вот то, наверное, что хочется у вас спросить, почему вы считаете, что женщина должна родить обязательно, откуда у вас это вот, ну, взялась эта позиция, что именно родить нужно женщину. Дальше. Так, я даже баллы не могу найти, все время не совпадают симпатии. Давайте мы с вами посмотрим на то, как конкретно у вас не совпадают симпатии, да, то есть вот то, что вы говорите, как это вообще происходит. То есть, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, это раз, это важно. Два. Важно то, что вы понимаете под симпатиями в принципе. То есть, что такое симпатиями в данном случае. Что вы понимаете под симпатией, под симпатиями в данном случае. Вот. То есть, вы здесь имеете в виду, например, что, допустим, вам нравится, там, к примеру, мужчина, мужчина, вы нравитесь мужчине. Вы это имеете в виду? Или вы имеете в виду что-то другое? Все, все таки. То есть, вы имеете в виду какие-то, ну, другие моменты. Вы имеете в виду, например, моменты, связанные с тем, что у вас мало общего вообще. Здесь непонятно, что вы подразумеваете под симпатиями, поэтому под симпатиями, да. Поэтому, как бы, этот момент ему желательно бы раскрыть, как минимум. Вот. Потому что, ну, вот так вот, исходя из того, что вы, значит, написали, да, исходя, что вы нам дали сейчас. Ну, мне кажется, что этого недостаточно мне кажется, да, вот, для, ну, для понимания сути, сути проблемы проблемы. Вот. Также очень важно отдавать себе отсчет в том, как конкретно вы выстраиваете отношения с мужчинами. То есть, в том смысле, что между вами общего. Может быть, у вас не может быть сейчас, в принципе, с мужчинами ничего общего, потому что вам нравятся мужчины, которые, которым не нравитесь вы. И вы просто отказываетесь, например, дать шанс, дать шанс, значит, ну, мужчинам, с которыми у вас могло бы что-то получиться. То есть, с которыми у вас, ну, допустим, есть или могло бы быть что-то общее. Вот. Понимаете, понимаете, какая штука. То есть, вот это, ну, пожалуй, тоже такой лифа, важный момент, на мой взгляд. Вот. Его нужно тоже раскрыть, потому что это часть проблематики. Дальше. Я очень хочу за нее, хочу любить и быть любимой, хочу подсчитывать и такой быть малой. Зачем? Вот почему вы всего этого хотите? Что есть за этим желание? Что стоит за этой потребностью? А самое главное, отдаете ли вы себе отсчет в том, что раз вы всего этого хотите, значит, у вас есть некое идеализированное, если угодно, представление, некое идеализированное представление, о том, как это все происходит. То есть, у вас есть некая такая идеальная картинка, есть идеальная картинка того, как все должно быть. Но если вдруг, если вдруг, значит, ситуация окажется все же не такой, если вдруг не будет идеальной картинки, как вы это воспримете? А самое главное, видите ли вы за, к примеру, этой самой идеальной картинкой, видите ли вы за ней человека? То есть, виден ли вам человек, можно ли построить отношения с людьми, с мужчинами? Да? Вот. Можно ли это сделать, имея только идеализированную картинку? Можно ли принять человека со всеми его недостатками, со всеми его, значит, ну, со всеми его трудностями, со всеми его переживаниями, со всеми его слабыми сторонами? Если есть идеальная картинка, там, допустим, семьи, задайте себе этот вопрос. Ведь отношения выстраиваются на, безусловно, принятии себя и другого. Поскольку вы завидуете, вы, безусловно, не принимаете себя, в этом назовнусь на помощь, поскольку вы, безусловно, не принимаете себя, вы не можете предпринять, безусловно, другого человека. А раз так, то и отношения у вас все время будут похожи на какой-то, вот, знаете, ни много ни мало, да, на бизнес-проект. То есть, отношения будут похожи на инвестицию, по сути. Такая вот история будет. И это вот то, почему у вас не получается выстраивать отношения с людьми, с мужчинами, то есть. Это вот то основание, которое мешает. Дальше. Вы спрашиваете, что мне делать? Что делать, чтобы что? Я устал жить одной работой. Сама ли сейчас свои дела? Ну, смотрите, если вы устали жить одной работой, то, вероятно, работа вам не приносит того позитива. Да, работа не приносит вам того удовлетворения, вероятно, работа не раскрывает вам. То есть, вероятно, работа не раскрывает ваши способности, ваши возможности, ваши, ну, ваши ресурсы. Вот. Вероятно, дело все в этом. Раз вы говорите, что устали жить одной работой. Понимаете? Какая штука. То есть, тут нужно смотреть, насколько организованно вы подходите к выполнению своей работы. Вот. Потому что, если вы подходите к этому, к этому, именно только как к работе, и при этом, при этом, такой вот, чисто, ну, чисто механическая работа вы к этому подходите, то, да, вам, конечно, вы, конечно, устанете. Но это не означает, что вы устали от работы, это означает, что вы не реализуетесь и делаетесь не в том, что вы реализуетесь как женщину. Делаетесь в том, что вы не реализуетесь как личность. Вот. Понимаете? Какой момент, какой момент? И здесь происходит, по сути, подмена, подмена понятий. Вот. Здесь происходит не что иное, как подмена понятий. Это, может быть, не очень вам будет приятно, но это так. Потому что, если бы работа вас устраивала, вы бы были удовлетворены, и все было бы естественно, и уж точно вы не устали бы от нее, от любимой работы, не устаю, где раскрываются именно вот ценности человека. Дальше. Дальше. Сама решает свои дела. А, что? Человек не должен сам решать свои дела? В общем, тут я так полагаю, что речь идет о том, что вам, вера, тяжело решать свои дела. Ну, где-то, в чем-то, как-то вам тяжело это делать, просто тяжело. Вот. Ну, может быть, имеет смысл рассмотреть этот вопрос. Что именно вам тяжело? Что именно вам в своих делах тяжело решать? Вот. То есть, как бы, чем вы, допустим, будете ждать, там, пока кто-то, к примеру, даст вам вот, ну, то, что вы хотите, да, пока вы будете ждать этого, может быть, имеет смысл подумать, а что же это значит? Вот дела такие, если мне самой тяжело их решать. Понимаете? Вот это то, на что вам также очень желательно обратить, обратить свое внимание. Вот. Чтобы не было вот такого, ну, такого или таких, как бы, подмен, ну, подмен понятий. Вот. Чтобы вещи все-таки назывались, да, ну, своими, своими именами. Вот. Чтобы, как есть вы говорили. Вот. Дальше, вы пишите мне, никто меня не поддерживает, никто не поможет. А в чем вас нужно поддерживать? В чем вам нужно помогать? Понимаете? В чем? Вы можете, конечно, сказать, что есть вещи, которые женщина сама, допустим, сделать не может. Ну, например, такие вещи, как, допустим, там, забивание глазней и прочее, прочее, прочее. И здесь, в общем-то, с вами, я согласен, но это, во-первых, то, чего вы объективно не можете, не можете. И для этого, как раз таки, есть, собственно, друзья. И родные, и близкие, и так далее. Вот. То есть, семья и дети, опять же, для этого необходимо определить, что вам тяжело. Я тоже хочу счастья в личной жизни. Вы связываете счастье в личной жизни с мужчиной. То есть, как бы, без мужчины, без мужчины, вы как будто бы не счастливы. Понимаете? То есть, если нет мужчин, если нет мужчины рядом с вами, то вы как будто бы не счастливы. На самом деле, это достаточно такая серьезная ситуация, серьезная достаточно проблема, потому что счастье в личной жизни можно построить, будучи счастливой самой. Понимаете? какой момент тут есть. Это очень важный момент. А пока вы просто говорите о том, что вот, э-э-э, мужчина, да, мужчина, значит, сделай меня счастливым. Вот. Ну, это, на мой взгляд, это довольно такая позиция, да, она, ну, достаточно инфантильная. Вот. Но за инфантильностью вашей, например, опять же, э-э, стоят некие причины. И эти причины тоже необходимо раскрыть и претворить их в жизнь, чтобы они реализовывались. Вот это реализация. То есть, может быть, вы будете так за себя вести, но будете делать это более гармонично. Понимаете? Более гармонично, более цельно. А, так, хочу иногда быть слабой женщиной, а что мешает сейчас? Почему не выходит? Ваши запреты, я полагаю. Э-э, это судьба, э-э, нет, судьба, э-э, точно нет, по крайней мере, с точки зрения психологии. Точно нет, э-э, насчет судьбы вам лучше задать свой вопрос в раздел эзотерики, вот, по поводу, ну, именно, именно вот по поводу судьбы вам лучше обратиться в раздел эзотерики, потому что мы психологи, такими вещами не занимаемся. Э-э, с точки зрения, э-э, с точки зрения психологии, вот именно с точки зрения психологии, э-э, речь идет о выборе человека, э-э, либо сознательном выборе, э-э, либо бессознательном выборе. э-э, вот, э-э, по сути, по сути дьявол, поэтому, э-э, судьба, это, по сути, то, что человек, э-э, называет бессознательный выбор свой, то есть неосознаваемый выбор, неотраженный э-э, в сознании своем выбор, вот. э-э, я не так много прошу от жизни, ну, здесь, э-э, вас, э-э, проследуется, э-э, знаете, такая, прямо скажем, э-э, детская обида, что, э-э, типа, что, э-э, э-э, я не так, но, много прошу от жизни, э-э, говорите вы, э-э, вот, э-э, а у меня этого все равно нет, э-э, говорите вы, э-э, и чувствуется, что, э-э, вы прямо, вот, обижены на жизнь, чувствуется, что, прямо, вот, у вас есть такая обида, э-э, вот, э-э, э-э, мне, мне думается так, что, э-э, э-э, с этой, такой, достаточно детской обидой, э-э, тоже, тоже нужно работать, потому что она вам мешает, то есть вы, вы, как бы, требуете от жизни, э-э, чего-то, да, вы считаете, что, ну, что, что жизнь, она вам, ну, ну, должна, грубо говоря, вы считаете, вы считаете так, вот, что жизнь вам должна, э-э, этого не происходит, э-э, и, э-э, ваша обида растет, э-э, вот, и, э-э, соответственно, вам неприятно, э-э, ну, соответственно, э-э, как бы, имеет место быть такой вот негатив, э-э, э-э, В основе обиды лежат, э-э, в данном случае, ваши желания, 이거를 ожидать, э-э, в основе, э-э, в основе, э-э, в основе такого... подхода, вот, э-э, соответственно, это раскрывается, э-э, ваше поведение в том числе или корректируется, И все. И, собственно, вы получаете возможность более гармонично выражать свою позицию, более гармонично продвигать свои интересы, более конструктивно, в частности, это делать. Но это работа. Это определенная работа у нас с тобой. Если вы готовы, то обращайтесь к любому из психологов, и мы вам поможем. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.